ПОЛИГОН Рубрики выпуска поздравляем всех женщин, которые смотрят этот выпуск с Международным женским днём. Мы приветствуем вас в War Thunder, видим вас в комментариях на YouTube и на наших серверах. Желаем каждой из вас достойных противников, надёжных сокомандников и верных друзей, как в игре, так и в жизни. С праздником вас! Мы продолжаем рассказывать о наиболее классических машинах War Thunder. Сегодняшний гость рубрики — советский тяжёлый танк ИС-3 с боевым рейтингом 7,3, один из ярчайших образцов советской послевоенной бронетехники. Его броня способна выдержать множество попаданий, а мощная пушка с одного выстрела может устроить полный разгром во вражеском боевом отделении. Танк вооружён 122-мм орудием с углами наводки от 20 градусов вверх до 3-х вниз. Дополнительно машина оснащена парой пулемётов, зенитным ДШК и спаренным с пушкой ДТ, а также большими дымовыми шашками на корме. В лобовой проекции корпус защищён 110-мм бронеплитами, которые сходятся клином по схеме «щучий нос». 90-мм борта расположены под большим наклоном и прикрыты экранами. Толщина брони вокруг маски орудия составляет 250 мм, а по бортам башни начинается со 172 мм у основания и плавно убывает к крыше. Слабые места танка, зона рядом с люком механика-водителя, погон башни и небольшая область в маске орудия. Экипаж размещен по классической схеме. Механик-водитель впереди, остальные танкисты — в башне. Трансмиссии двигатель расположены в задней части корпуса, а обои укладка — везде, где только есть место внутри боевого отделения. ИС-3 на поле боя — классический тяжёлый танк. Мощные каморные снаряды с двумя сотнями граммов тротилового эквивалента располагают к ваншотам, броня способна выдержать попадание едва ли не из любой пушки Второй мировой, а подвижности хватает, чтобы держаться на острие атаки. Небольшой угол вертикальной наводки вынуждает по возможности избегать холмистых мест, как и большинству машин советской школы. Но из-за своей мощи третьему ИСу приходится уживаться в том числе и с послевоенной техникой, поздними экспериментальными танками и ранними ОБТ. Их каморник пробивает уже далеко не всегда. Предел для него при стрельбе в упор — 230 мм под прямым углом. И в то же время броня, рассчитанная на обычные бронебойные снаряды противника, не так хороша против кумулятивов, противотанковых ракет и ранних ОБПС. Поэтому тактика в каждом бою сильно зависит от состава вражеской команды. Столкнувшись с техникой четвёртого ранга, можно действовать агрессивно, продавливать направление и полагаться на броню, особенно на средних дистанциях. Впрочем, ввязываться в затяжные перестрелки сразу с несколькими противниками всё же не стоит. В первую очередь из-за долгой перезарядки пушки и медленного поворота башни. А вот оппоненты пятого ранга представляют серьёзную угрозу. Изредка ИС-3, конечно, может пережить попадание кумулятива. А башня порой способна отразить даже ранние ОБПС, но манера игры требуется уже значительно более осторожная. В бою лучше держаться рядом со средними танками и ОБТ, совместными усилиями оспаривать точки и уничтожать врагов по одному. И последнее. Ромбовать на ИС-3 не надо. Конструкция «Щучий нос» обеспечивает наилучшую защиту, когда вы стоите не в полоборота к сопернику, а строго лбом. Сегодня военные разных стран сходятся во мнении, что лучшие танки — это ОБТ. Подвижные, хорошо защищённые универсалы с мощным вооружением, способные эффективно решать самый широкий спектр боевых задач. Их преимущества настолько очевидны, что сложно представить логику, по которой кто-то мог бы отдавать предпочтение иным конструкциям. Но так было не всегда. Долгое время консенсуса среди конструкторов не было, и разные школы танкостроения шли своими путями. Наиболее заметен этот контраст на примере двух подходов — немецкого и британского. Мы привыкли, что средние танки, как правило, бронированы лучше лёгких, а те зато выигрывают в скорости. Но немцы так не считали. У всех ранних немецких танков была похожая броня и подвижность. Например, когда конструкторы подтянули лобовую броню до 50 мм, то сделали это одновременно и на среднем «Панцер-4» и на лёгком «Панцер-38Т». Похожим образом они подходили и к вооружению. У всех танковых орудий были как бронебойные, так и осколочно-фугасные снаряды, чтобы поражать бронетехнику и пехоту. Немцы создали целую линейку универсальных танков. Да, у них не было ни рекордной брони, ни выдающейся подвижности, но зато у них не было и ярких недостатков. Британцы же пошли противоположным путём и сделали ставку на специализацию. Их танки делились на два класса. Пехотные, как следует из названия, предназначались для поддержки пехоты. Для них была характерна толстая броня и невысокая скорость. Солдаты всё равно идут медленно. Ну так к чему спешить? А если нужна подвижность, то есть второй класс. Так называемые крейсерские танки. Быстроходные и с посредственной бронёй, чтобы проникать в тыл врага и совершать неожиданные атаки. Когда не приходится штурмовать заранее подготовленные укрепления, мощная броня не нужна, зато подвижность оказывается очень кстати. Своё разделение было и у танковых орудий. Одни пушки, например, двухфунтовка или шестифунтовка, стреляли только бронебойными болванками. Они могли поражать вражеские танки, но против других целей были практически бесполезны. Да, в теории к ним были и снаряды других типов, ну а на практике танкисты их не получали. Другие орудия, вроде 76-мм гаубицы, наоборот, стреляли только осколочно-фугасными и дымовыми снарядами, зато к ним не было бронебойных. В какое-то время эти школы существовали параллельно. Но с началом Второй мировой суровая практика быстро рассудила немецких и британских конструкторов. Север Африки. Британцы атакуют итальянцев. Посылать в бой легкие «Крусейдеры» опасно. Вражеские орудия немедленно их перебьют. Зато броня «Матильд» для них практически неуязвима. Выбор очевиден. И вот пехотные танки успешно прорывают оборону. Итальянские войска бегут. Тут бы закрепить успех. Гнать врага дальше. Но тихоходные «Матильды» совершенно не способны преследовать отступающих и совершать стремительные рейды по тылам. Пригодились бы «Крусейдеры», но они остались далеко позади. Выходит, то одна, то другая часть танков простаивает без дела. А когда в Африку прибыли немецкие танковые части, то все вообще перевернулось с ног на голову. Броня «Матильд» больше их не спасала. И неспешные машины превратились в отличные мишени. За идею разделения орудий тоже пришлось платить. Известен случай, когда «Матильда» упорно не могла поразить одинокое немецкое орудие. Болванки пробивали щит и пролетали мимо наводчика. А тот, как ни в чем не бывало, продолжал уничтожать англичан. Достаточно было бы одного фугаса. Но где его взять? В игре, кстати, мы наладили снабжение получше британских военных. И фугасы для «Матильд» при желании доступны всегда. Словом, подход инженеров в Великобритании решительно не выдерживал столкновения с реальностью. Надо было что-то менять. Тем более, что по пути универсальных машин шли не только немцы, но и некоторые страны антигитлеровской коалиции. Взять хотя бы Соединенные Штаты. Их шерманы прекрасно показали себя в бою. Они были надежны, сбалансированы по скорости и броне, а также оснащены одновременно и бронебойными, и фугасными снарядами. В итоге британские конструкторы решили уйти, наконец, от строгого разделения на классы и дорастили броню своих крейсерских танков до уровня американских. А затем пошли и дальше. Первыми в мире создав то, что впоследствии стало называться основной боевой танк. Нам он известен под именем «Центурион». Но это уже совсем другая история. Фугасы — очень простые по устройству и очень сложные в применении снаряды. Они нужны далеко не всегда. На младших рангах в ходу бронебойные и каморные, а на топовых балк правят ОБПС и кумулятивы. Тем не менее, бывают случаи, когда именно фугасные снаряды окажутся лучше любых других, если, конечно, грамотно их применять. Об этом сегодня и поговорим. Начнём с мощных фугасов советских ОБТ. В сочетании с высокой скорострельностью пушек они бывают неожиданно эффективны даже против хорошо бронированных противников. Казалось бы, большинству врагов бояться нечего. Они надёжно защищены не только в лобовой проекции, но и по бортам. Но если целятся в основание башни, взрывная волна ударит прямиком в крышу корпуса. Вот берём, допустим, немецкий «Леопард», стреляем ему прямо под башню — и вуаля! Взрыв легко проламывает крышу и вызывает детонацию боеукладки. В зависимости от типа вражеского танка той же цели могут послужить и различные выступающие элементы конструкции — триплексы, командирские башенки и тому подобное. Главное, чтобы детонатор взвёлся обо что-нибудь непосредственно над вражеской крышей. Вот у «Абрамса», допустим, для этого подойдёт выступающий прицел наводчика. Стреляем в него и одним выстрелом поражаем не только экипаж в башне, но и казённую часть орудия. Однако этот рецепт хорош далеко не для всех машин. Если орудие перезаряжается долго или не может похвастать крупным калибром, лишний раз рисковать не стоит. Чем ювелирно выцеливать фугасом погон башни или командирскую башенку, надёжнее зарядить бронебойный и бесхитростно продырявить противника в любую уязвимую зону. Свои особенности есть и у крупнокалиберных гаубиц. Играя на «Штурмпанцер-2» или одной из аналогичных самоходок, бывает достаточно выстрелить фугасом под вражеское днище. Большинство соперников либо сразу отправятся в ангар, либо получат тяжелейшие криты. Просто бери и добивай. Даже укрытие не всегда гарантирует надёжную защиту от таких самоходок, особенно если машина соперника с открытой рубкой. Можно стрелять не прямо в цель, а поблизости, в стену дома и другое препятствие, рядом с которым находится противник. Взрывная волна и град осколков наверняка заставят приуныть пару членов вражеского экипажа. Но лучше всего фугасы, конечно, проявляют себя на самоходках с низким боевым рейтингом, вроде японской «Хо-Ро». Их основные противники — довоенные, лёгкие и средние танки — не отличаются сколь-либо заметной бронёй. Также полезно учитывать, что кривизна траекторий фугасных снарядов обычно гораздо больше, чем у бронебойных. Поэтому точность при стрельбе на большие расстояния оставляет желать лучшего, особенно если не пользоваться дальномером. Но, с другой стороны, из баллистической траектории можно извлечь и пользу, вести огонь из укрытия и самому оставаться при этом в относительной безопасности. При этом повысить точность попаданий поможет бинокль. Обзорная точка командира обычно расположена выше, чем у наводчика, и это играет нам на руку. Но для тренировки сперва попробуйте поиграть в аркаде. Автоматическое упреждение упростит стрельбу фугасными снарядами, а кроме того, поможет вам натренировать глазомер для безмаркерных режимов. Мы же переходим к ответам на ваши вопросы, которые вы, как всегда, задаёте в комментариях. Первый вопрос прислал «Вульф-71». Есть ли в игре «Зенитка» с толщиной брони, неважно где, более 100 миллиметров? Привет, «Вульф». Толщина брони во лбу у американской М247 местами доходит до 200 миллиметров. Или вот ещё 150 миллиметров у М19. Вы же отдельно оговорили, что неважно где. Так что ответ такой «Да», «Есть» и «Не одна». Спрашивает Димми Дроула, как экипажи танка справляют нужду во время ожесточённого боя. Слушайте, вопрос может показаться смешным, но на самом деле конструкторы разных стран занимались им вполне всерьёз. Ещё на третьем пазике была предусмотрена специальная дырка в полу. Она гордо именовалась «Панцерклозет». В британских танках практиковались отверстия под сидениями и ёмкости с двойным дном. Ну а где туалетных модулей ни в каком виде не было, в ход шла любая тара, в том числе, например, пустые ящики от патронов. Максим Белов спрашивает про недавние страницы истории. Так и что дальше-то было с канадцем? Так и одерживал победы во всех боях. Дожил до конца войны. А потом, чем занимался и когда умер. Привет, Максим, спасибо за интерес к нашим страницам истории. Да, Джордж Бёрлинг так и остался непобеждённым. Он прошёл через всю войну и погиб через три года после её окончания в результате несчастного случая, пилотируя транспортный самолёт ВВС Израиля. Пишет нам Хардениш Плей. Насколько может подняться самый мощный реактивный самолёт? Можно ли улететь в стратосферу? Привет, Хардениш Плей. Вообще-то до стратосферы лететь довольно недалеко. Она начинается на высоте 11 километров. Туда могут забраться очень многие самолёты. В одном из челленджей мы даже сбрасывали бомбы из стратосферы. Поищите видео на нашем канале. И последний вопрос на сегодня прислал Сеня Либерман. А вот у меня ноутбук сгорел. Уже месяц как его доламывают в сервисе, но я смотрю полигон и жду новые выпуски. Эх, сейчас бы в РБ вечерок скоротать. Я с вами, ребята. Привет, Сеня. Шлём вам лучи поддержки. Понимаете, удачи вам с сервисом. Постараемся пока развлекать вас полигоном. Ну и ждём потом в игре. Это всё на сегодня. С вами был Полигон от Гайдзин Энтертейнмент. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить свежие видео. Обязательно делитесь впечатлениями в комментариях. И увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова